Дмитрий Владимирович, какие ворота шиннику забивали в чемпионском матче? Я не забивал. Я понял, команду. Сюда два мяча. Серый костюм показал еще с утра в своем инстаграме. Там же написал про новый этап, вызов, задачи и возможности. Через несколько часов первое появление перед камерами в Ярославле. И сразу же первая задача. А мы вот будем стараться, чтобы поисшинник собирал. Полностью делал. Против Алексея Казалова играл в 90-е. Сейчас оба тренера будут в одной лодке. Переговоры с Ярославским клубом Вадим Евсеев начал еще в мае. Воочию следил за последним матчем шинника с торпеда. Вскоре стороны ударили по рукам. Это не спонтанное мое решение. Наоборот, я заинтересован в этом проекте. И мне интересно. Как тренер. Это в первую очередь. Первое изменение от Евсеева – тренерский штаб. Помимо Казалова в помощниках Дмитрий Воецкий, а также Владимир Сычев. Он будет отвечать за вратарей. Появится и новый тренер по физподготовке. Его имя пока в секрете. Главная цель очевидна. Если я тут нахожусь, то, наверное, всем все понятно. Просто даже если был бы, может быть, не я бы тут, а другой тренер, то, наверное, было бы то же самое. Главная проблема – нехватка времени на подготовку. Первый матч уже в середине июля. В такой ситуации Евсеев был в текстильщике в 2017-м. Открыт вопрос и по футболистам, кто останется в шиннике, а кто команду покинет, станет понятно в ближайшие дни. Мы не будем, наверное, делать каких-то поспешных покупок или приобретений, или брать игроков. Мы будем именно создавать команду, чтобы был боевой коллектив для решения поставленных задач. Сбор шинника начнется 7 июня в Белкино. Тренировки два раза в день. Дмитрий Жданюк и Денис Лосев. День в событиях.